Пришло время поговорить о здоровье. Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте. Доступность стоматологической помощи зависит от многих факторов. Ценовой политики, организационных форм ее оказания, обеспеченности населения врачами-стоматологами и других. За последние 10 лет уровень стоматологической заболеваемости возрос, а доступность бесплатной помощи снизилась. У взрослых доли санированных числу нуждающихся уменьшилось с 70 до 40 процентов, у детей с 80 до 60. Насколько это необратимо, попробуем разобраться сегодня. Знакомьтесь, пожалуйста, наши эксперты, гости в студии. Максим Хайкин, главный врач Самарской городской стоматологической поликлиники номер один, кандидат медицинских наук. Добрый день. И Александр Серегин, главный внештатный детский стоматолог, заведующий отделением больницы Середавина, также кандидат медицинских наук и также добро пожаловать. Я бы очень хотела, чтобы сегодня в нашей программе мы поговорили, вопреки, может быть, ожиданиям, не о самих стоматологических заболеваниях, а о том, насколько действительно качественная и доступная стоматологическая помощь существует у нас в Самарской области. У всех у нас появилась реальная возможность выбора стоматологической организации и врача, правильно? И, естественно, у нас существует очень много частных коммерческих стоматологических клиник и кабинетов и очень немного муниципальных, государственных. А конкуренция между вами все-таки должна быть за привлечение пациентов. И вот способствует ли это улучшению именно качества оказания помощи? Ваше мнение? Я думаю, что конкуренция, конечно, это является двигателем для развития и частных структур, и муниципальных или бюджетных учреждений, потому что пациенты у нас идут не на то, чтобы получить, в принципе, помощь вообще, чтобы их полечили. Они хотят, чтобы их полечили уже хорошо. Доступность сейчас у нас есть. У нас есть застрахованные граждане, детское население, взрослые населения, даже трудовые мигранты, вынужденные переселенцы, они могут получить временное поле страховое и обращаться как за обычную медицинскую помощь, так, в частности, и за стоматологическую помощь. И выбор именно учреждения или врача, это идет уже от того, как у нас молва идет. Мы, кстати говоря, провели опрос в интернете по поводу того, по каким параметрам вы выбираете стоматологическую клинику. Ответы были по цене, по качеству обслуживания, по квалификации врачей, ну и другое. Подавляющее большинство ответило, что все-таки по квалификации врачей. Но, тем не менее, вот во многих регионах современное оборудование, помимо частных кабинетов, встречается только, ну, в одной-двух муниципальных государственных клиниках. Что по этому поводу у нас? В 2013 году по поручению министра здравоохранения Геннадия Николаевича Гридасова нам прикрепили детскую поликлинику, которая работала 75 лет самостоятельно. И буквально за год при поддержке также Министерства здравоохранения, областного бюджета мы смогли улучшить там материально-техническую базу, открыть собственную операционную, поменять стоматологические установки детские, которые располагают к себе ребенка. То есть на установках установлен монитор, придя в поликлинику, в отделение, ребенку сначала включает добрый мультик с его любым персонажем, его располагают к себе. Некоторые методики мы смогли внедрить, такие как в первое посещение, если это не экстренная боль и не экстренная помощь, ребенок, как правило, не лечит, его осматривают, рассказывают ему. Врач его должен к себе расположить обязательно. Мы улучшили полностью материально-техническое обеспечение, но мы на этом не останавливались, у нас стоят задачи и более глобальные. В ближайшее время начнется капитальный ремонт детского отделения, который, в свою очередь, будет включать и установку вентиляционных систем, сплит-систем, а также кондиционеров. Давайте, раз уже мы начали говорить о помощи детям, то пока ее и продолжим. Александр, заболел неожиданно у ребенка зуб, да, скажем так? Пятница вечер, например, у детей может быть и такое, как, впрочем, у взрослых. Суббота, воскресенье и так далее. Что делать родителям? Куда бежать? Искать какую-то, опять-таки, частную клинику, которая всего скорее будет работать выходные? Либо что? Есть варианты? Варианты, конечно, есть. Здесь ситуация складывается каким образом? У нас есть приказ Министерства здравоохранения Самарской области, где четко расписано для того, чтобы пациент у нас не блуждали по городу в поисках поликлиник, врачей. То есть у нас принято таким образом, что с 8 утра до 8 вечера в будние дни работают детские отделения стоматологических поликлиник. И там ребенок может получить терапевтическую помощь при необходимости от операции удаления зуба. Ну, или удаления зуба, если прощать. Если же мы говорим, что пятница вечер, когда обычно случается, что родители вернулись с работы, у ребенка болит зуб, им хочется еще уже отдохнуть. А здесь, ну, такой казус случился. То после 8 вечера у нас стоматологическая помощь детям экстренная оказывается в приемном покое больницы, педиатрического корпуса больницы имени Середавина. То есть туда ребенок в любое время суток, к сожалению, это бывает и 3 утра, и 4 утра, то есть когда родители уже не справляются с ребенком, могут обратиться. Но единственное, в чем у нас здесь проблема, то что там работают врачи-хирурги или стоматологи-хирурги. То есть здесь зуб мы можем только, к сожалению, удалить. И с утра, в субботу или в воскресенье у нас работают, опять же, детские отделения стоматологических поликлиник с 8 утра до 3 часов, или до 15.00, куда они могут пойти и получить уже терапевтическую помощь. – Вот это ваше детское отделение, которое мы сейчас вместе с нашими зрителями посмотрели, у меня, честно говоря, при первом посещении был в хорошем смысле шок, потому что такого я не видела никогда и нигде. Конечно, для ребенка, я думаю, страх перед посещением стоматолога, наверное, нивелируется тем, что он видит, уж тем более мультики и так далее. Насколько вообще другой подход к оказанию стоматологической помощи детям? Насколько это отличается от взрослой? – Это очень ответственное направление. Мы в ответе за каждого ребенка, который прикреплен к нам, а в ответе мы за Ленинский, Самарский, Железнодорожный и Октябрьские районы. Помимо этого у нас имеются школы и сады, которые расположены в этих районах. Мы с определенной периодичностью по согласованию с департаментом образования туда выезжаем на осмотры, их осматривают, доносят информацию до классного руководителя. По необходимости наши сотрудники приходят на собрание, доносят это до родителей, и затем они в плановом порядке приходят к нам для планового лечения или оказания экстренной помощи. Помощь на прием, если человек обращается к своим ребенком, она оказывается в этот день от 20 до 45 минут максимум ожидания. Если человек записывается на прием, что он может сделать по записи через электронную регистратуру или через наш сайт учреждения, или по телефону, срок ожидания где-то максимум от 7 до 10 дней. У нас уже второй год подряд на День защиты детей, 1 июня, мы поставили себе задачу проводить этот праздник у нас в отделении. Как он проходит? У нас, начиная с 11 до 4 часов дня, мы приглашаем аниматоров в виде добрых фей, в виде зубиков, в виде зубных щеток, которые создают хороводы, которые играют с детьми на протяжении 4-5 часов. В период этого праздника, в момент этого праздника идет расписанная дорожная карта. Каждый врач обязательно должен осмотреть ребенка, потому что это праздник, там ребенку дарят подарки, дарят щеточки, учат на макетах, как правильно чистить, вот, обязательно рисуют рисунки, они там им занимаются, им это очень нравится, вот. И после этого обязательно его санируют. И если все получается, он получает от нас приз. В прошлом году у нас было за несколько часов 186 человек, в этом году 325 человек прошло за несколько часов. Каждый врач давал клятву Гиппократа. У нас, если вы заметили, в каждом кабинете висит это клятва. Да, хотелось спросить вас об этом. Это клятва. И каждый день человек, придя на работу, тем или иным образом он пробегает своими глазами по этим строчкам. Я считаю, что нельзя так сказать, что это какой-то бизнес, или мы должны получать максимальное количество денег с этих услуг. Но это призвание, это внутренний голос, который говорит о том, что мы должны качественно и доступно оказывать, вне зависимости от стального статуса людей, детей, медицинскую помощь. Мы сейчас можем сколько угодно говорить, но мы пока сейчас голословно. Давайте посмотрим, сходим на экскурсию, во-первых, в вашу поликлинику и послушаем, что говорят пациенты, а после этого продолжим разговор. Кто больше подвержен риску потери зубов? Конечно же, пенсионеры. В преклонном возрасте велика вероятность того, что зуб заболит, а заменить на искусственный, как известно, дорого и не всем пожилым по карману. С этим стереотипом не согласен пенсионер Юрий Сорокин. Под коронкой зуб разболелся. Снимали там все это, сделали вот. И все это 100 рублей за напыление. Идете отсюда с наилучшими впечатлениями? С желанием прийти еще. Юрий Сорокин не вдается в юридические тонкости, но знает, что закон о бесплатном лечении зубов равен для всех. И для пенсионеров, и для работающих. А льготы на протезирование и лечение ему обеспечивает территориальная программа госгарантий. Так что новые зубы оказались вполне по силам. Но не только поэтому пенсионер приезжает в центр города и своего далекого района. Как человеку пожилому, ему очень важно внимание и общение. Это не входит в обязанности, но входит в личный кодекс врача-стоматолога. Самое сложное – это найти контакты с пациентом. Потому что бывают очень разные. Очереди в регистратуру, отсутствие талончиков, на прием другие приметы поликлиник советских времен многими уже забыты. С помощью телефона или интернета легко записаться к любому специалисту. Если прийти к назначенному времени, не придется томиться в ожидании. Как и тем, кто обратился за экстренной помощью. Мы с ними не боремся. У нас просто их нет очередей. Мы стараемся правильно назначать пациентов с учетом тех стандартов, которые положены. Учесть и помощь, которая оказывается в экстренном порядке, и плановую помощь. Поэтому, соответственно, мы и штат содержим врачей, и медицинского персонала на должном уровне, чтобы могли оказать всем людям помощь. В поликлинике созданы все условия не только для пенсионеров. Здесь подумали об инвалидах, маломобильных гражданах и о тех, кому просто сложно подниматься по лестнице. Все стоматологические услуги для них оказывают на первом этаже. Есть специальный въезд для коляск. Никакая самая лучшая и качественная стоматология не способна снизить заболеваемость зубов без профилактики. Чаще всего мы обращаемся к врачу, когда уже появилась проблема. Люди, которые хотят этих проблем избежать, поступают по-другому. Это бесплатная услуга, я с удовольствием ей пользуюсь. А как часто вы приходите обрабатывать? Ну, у вас год, да. Кабинет медицинской профилактики работает, как и все остальные, по записи и полису мест страхования. Удаление зубного камня, отбеливание, покрытие фтором, 20 минут потраченного времени гарантируют защиту на несколько месяцев. В зависимости от диагноза мы даем рекомендации, советуем пациентам, какую пасту использовать, какую щетку использовать. Также показываем, как правильно чистить зубы, потому что удивительно, что люди, даже взрослые, не все знают, как правильно чистить зубы, какие движения нужно совершать, а какие не совершать, чтобы не навредить собственной эмали. На тему общения пациента с врачом сложено много анекдотов. В городской стоматологии номер один к такой коммуникации подходит серьезно. В каждом кабинете есть специальный алгоритм поведения в разных ситуациях. Ведь качество такого контакта во многом определяет результат лечения. Еще ни одно государство мира не сумело за счет собственного бюджета обеспечивать бесплатную помощь всему населению, правильно? То есть за эту помощь кто-то так или иначе платит. Кто, собственно, может прийти конкретно в вашу поликлинику и эту бесплатную помощь получить? Наверное, только тот, кто живет в этом районе. Любой житель города Самара, Самарской области, имеет получить бесплатную стоматологическую помощь по полису обязательного медицинского страхования. Лечение зубов и полости рта включено в территориальную программу государственных гарантий оказания населению Самарской области. С этой программой можно ознакомиться на сайте Территориального фонда обязательного медицинского страхования. А также можно ознакомиться на нашем сайте, где любой житель может посмотреть, какую помощь он может получить бесплатно. То есть есть лицо все-таки зайти и почитать? Да. Это лечение, удаление зубов, проведение профессиональной гигиены полости рта. Помимо этого, имеется еще и бесплатное зубопротезирование у отдельных льгот, у отдельных категорий граждан. Это ветераны труда, труженики тыла, реабилитированные. Было ли бы вообще смысл, может быть, как-то поменять систему страхования в области стоматологии? Можно ли было бы с помощью этого, опять-таки, позволить нам получать более дорогостоящую и качественную помощь бесплатно? Или за меньшие деньги? На самом деле, если мы говорим про зарубежные страны, там Европа, США, там у них принцип или структура стоматологических заболеваний, она отлична. То есть если мы говорим, что в России кариес 95-99% населения, пульпиты тоже практически, воспаление нервы и кости, то в Европе такого практически нет. Там есть раны, где 60% кариеса. И получается, что именно дорогостоящая помощь, которая оказывается там, она называется профилактика. То есть если человек чистит зубы, выполняет гигиенические процедуры, то он не достигает той ситуации, когда требуется большое вложение денег в какой-либо страховой компании или государстве. То есть понятно, что чистка зубов или покрытие зубов каким-то защитным там клеем, или как там называют, кто там, фторлак раньше был, сейчас другие различные препараты, содержащие фтор для профилактики кариеса, они стоят намного дешевле, чем удаление нерва, пломбирование зуба, восстановление. Например, это при затрате рубль на профилактику мы экономим 10-20 рублей на лечение. И получается, что структура больных у нас принципиально разная. И у нас иногда врачи, вот если мы отойдем в сторону, что тот же самый, как у нас называется флюс в народе, то за рубежом вот эти воспаления десны, так называемые, гнойники, это достаточно большая редкость, потому что многие врачи их даже в глаза не видели, не слышали, что такое бывает, или было раньше. А основное направление-то идет профилактика, чтобы не доводить до затрат. И если мы говорим про опыт США, то там бывает, или бытует такое мнение, что воспаление нерва в молочном зубе, ну так пульпит называемый, его не лечат, его удаляют. Потом развивается зубочерестный аномальт, прикус, или зубы не так прорезываются. И это ложится на бюджет не страны, а бюджет родителей. Если ты не смог сэкономить деньги свои и государство на том, чтобы чистить зубы, лечить вовремя кариес и привел к потере зуба, соответственно, тебе ложится и проблема финансовая, чтобы у ребенка были ровные зубы. То есть там как бы государство, в принципе, направление другое. Вот вы сейчас хотите сказать, что проблема нашей повальной заболеваемости кариесом в том, что у нас нет элементарных навыков санитарной гигиены. Да, то есть это минимальные требования, которые не требуют колоссальных государственных средств. Обычная зубная щетка и зубная паста, ну сейчас в нашей области с втором, потому что у нас по втору, это втор, основной элемент для профилактики кариеса, в 10 раз меньше, чем положено. То есть, соответственно, щетка, паста, ежедневная чистка зубов в два раза в день, это колоссальная экономия всех средств, и родительских, и государственных. Да, приведу тот же пример. К нам часто приходит Бориса Ивановна Комиссарова, это бывший главный врач. Очень мечтали мы увидеть ее сегодня на программе. Детская поликлиника, которая на протяжении 45 лет до 97-го года была главным детским стоматологом Самары. И так как ей не безразлична судьба, это ее детище, она провела там достаточно большую часть своей жизни, она живет в шаговой доступности, и периодически к нам приходит, интересует, спрашивает, мы с удовольствием с ней делимся. И мне удалось несколько раз с ней долго пообщаться на тему, как же все-таки раньше работала детская служба. И на самом деле было все очень жестко и очень требовательно. Если на прием к врачу приходил ребенок, участник учащийся третьего класса, и у него обнаруживали кариез зуба, вызывали практически всех на ковер, начиная от классного руководителя, родителей, врача, который работал тогда еще в медицинском кабинете, который располагался на базе школы, если вы помните, в школьные времена всех скопом осматривали одновременно. И поднимался на самом деле шум гамм, почему ребенка с кариесом провели лечить, почему его не просонировали, почему сам просвет, работу не провели, и почему это не выявили, да, на ранних стадиях этого. У вас надо почаще на ковер, значит, вызывать. Нет, это, наверное, не нас надо вызывать на ковер, потому что здесь ситуация какая. Сейчас у нас структура стоматологической помощи несколько поменялась. В связи с политическими различными моментами, школьной стоматологической кабинеты были свернуты. И, соответственно, доступность у детей стоматологической помощи стала меньше, потому что родители работают. Например, родитель с 8 утра до 6 или 7 вечера отработал, придя домой с работы, понятно, что у него недостаточно большое желание отвезти ребенка, например, на осмотр к стоматологу. И, соответственно, у нас доводится до того, что когда ребенка уже зуб болит, и только потому что родитель пришел в пятницу вечером, решил отдохнуть после напряженной рабочей недели. И здесь ребенок ему закатывает истерика, что вот все терпеть не могу, надо идти лечиться. Вот и идем за оказанием экстренно. Если бы мы выстрелили таким образом, что плановая останавливалась, то есть как положено, два раза в год выделили время, там, во время отпуска, там, в крайнем случае попросили, как вот, там, папа свободна, мама свободна, сходили в поликлинику, посмотрели, начинается кариес, там, дали какие-то рекомендации, есть там кариес, то есть не доводить до экстренной ситуации, потому что экстренность это уже крайний период. Хорошо, Максим, вот известно ли вам, что согласно социологическим опросам 69% людей, посещающих стоматологические клиники, жалуются на то, что в стоматологиях любых, муниципальных, государственных, частных, даже там, где, платят люди большие деньги, очень недружелюбные отношения к пациентам. Есть ли это у вас и отслеживаете ли вы этого, и как-то можно с этим бороться? У нас имеется книга обращений и жалоб, которая просматривается мной лично два раза, а то и три раза в неделю, где полностью мониторится обращение людей по той или иной проблеме. Ну, слава Богу, вот, да, постучу, слава Богу, это в основном пожилые люди, которые пишут свое отношение, там, много лет ходил, делал, там, поднимался, чтобы удалить зубы на третий этаж, там, грубо говоря, с протезом ноги, а сейчас всю помощь можно получить на первом этаже. Как правило, выражают благодарность и выражают свои чувства там в письменном виде. Нам не без разницы любая проблема, поэтому при любом обращении того или иного рода мы стараемся быстро среагировать, помочь и разрешить ту или иную ситуацию. У нас я могу тоже добавить, что есть такое понятие в медицине, как этика и диантология. То есть мы всегда должны уважать, как своих коллег, потому что бывают, к сожалению, такие ситуации, что приходит пациент, и врач, может быть, говорит, что кто вам так сделал. Это ни в коем случае недопустимо, и всегда с этим боролись, и в советское время, и в настоящее время, и всех студентов, всегда мы воспитываем на то, что ни в коем случае нельзя так говорить. То есть в любом случае, что пациент мог быть, не соблюдать, мы поставили пломбу, пломба чуть-чуть там скололась и что-то, то есть не всегда в этом виноват врач, в этом бывает виноват сам пациент. Но мы же не будем объяснять ему, что пациента мы завели, например, или кто-то другой завел, и он начинает уже развивать эту ситуацию. Поэтому всегда, как бы мы ни говорили о том, что бывают разные уровни оказания помощи, бывает, что оснащение поликлиник, кабинетов не всегда соответствует ожидаемому пациенту. То есть он думает, что сейчас у нас часто показывают по телевизору какие-то супердорогие клиники. Есть у нас клиники, например, мастер-классы, где принимают, и все хотят получить такую, но это не входит в систему ОМС у нас, к сожалению. На самом деле, ко всем родителям. Вот вся проблема в коммуникациях. В коммуникации, да. То есть человек воспринимает эту ситуацию так, что угроза для жизни ребенка, для него. Мы же там в какое бы время суток ни обратились к нам, в стационар, могу сказать, в час ночи, в два ночи, когда, скажем, все люди устают, все люди. Обратно не отправить. Обратно, конечно, нет. То есть мы примем, даже с той же зубной болью, что бывает на ситуации, что пришли родители с обычным кариесом, вот ребенок каким-то образом в час ночи конфетку как-то съел, непонятно, почему, конечно, он спать должен. Заболел зуб, они едут в больницу, в два часа ночи приехали, мы не говорим, что зачем сюда приехали, вам надо... То есть, конечно, посмотреть, сказать, что у вас кариес, зуб надо лечить. То есть рассказали, улыбнулись, пожелали счастливого пути, спокойной ночи, на этом расстались с миром. И последнее я бы хотела еще уточнить у вас про ответственность врача. Полечил человек зуб, ну или протезировался, или что-то еще. Но работа сделана некачественно оказалась. По какой причине? Не выясняю. Выпала обратно пломба, зуб развалился, там начались боли. Ну все, что угодно. Человек недоволен, понимает, что неправильно. Какова ответственность врача за то, что он сделал? Чем и как он отвечает? Существует гарантийный срок. Пациент может обратиться в это учреждение, где ему была оказана помощь, как в устном, так и в письменном виде, и получить на это ответ до полного удовлетворения данной ситуации. Если же понимания нет между одним участником и вторым, то пациент может обратиться в проблемную комиссию. У нас существует проблемная комиссия по стоматологии Самарской области при Министерстве здравоохранения, которая рассматривает и уже создает консилиум, привлекает тех или иных специалистов, которые необходимы по тому или дополнительному направлению, где проводится полное сопровождение пациента. То есть не надо думать о какой-то вседозволенности доктора, да? Нет, конечно, там никакого кумовства и своя числа у нас нет. То есть мы всегда... То есть медицина – это не средство зарабатывания денег. То есть это люди идут туда, чтобы оказывать помощь другим людям. То есть это призвание, то есть это самоотверженный труд. Вот несмотря на все там давление, что есть такое бытует мнение, что стоматологи – это тире бизнесмены. То есть к нему пришел человек, как надо больше... Очень сильно бытующий. Да, что надо больше денег с него, грубо говоря, поиметь, что пока есть. На самом деле, то есть стоматология – это раздел медицины. Медицина – это такая сфера деятельности, где мы работаем для окружающих. То есть мы иногда... Бывает ситуация, что закончился рабочий день, например. Поступает экстренный ребенок к нам в стационар, просто я как примеру. Мы не говорим, что у меня 16.00, рабочий день закончится, извините, вот сейчас придет другой доктор, он вами займется. То есть сколько бы эта операция не потребовала времени, то есть мы остаемся, оказываем помощь, потому что здесь уже не о деньгах вопрос. В каждой городской поликлинике есть кабинет платных услуг и есть кабинет, принимающий по ОМС, ну, бесплатная стоматологическая помощь. Что говорят люди друг к другу? Если я пойду бесплатно, то меня будут лечить старыми бормашинами применять, старые пломбировочные материалы, и все это вывалится, и будет некачественно. Если я пойду за деньги, то, соответственно, получу другой уровень лечения. Так ли это, на самом деле? То, что касается нашего лечебного учреждения, то мы изначально старались обеспечить вне зависимости от социального статуса пациента качественную доступность помощи. Кабинеты все должны быть одинаково оснащены, одинаково устроены, одинаково отремонтированы, доступны, светлые, красивые. Но пациенту всегда дается возможность выбрать. Помимо этого, нами был разработан алгоритм прохождения пациентов у нас в учреждении, где у нас есть всегда на первом месте стоит экстренное оказание услуг. И если максимальное количество услуг можно сделать в системе обязательного медицинского страхования, это в любом случае сокращает расходы и личные средства пациента. Давайте тогда будем подводить итог нашего сегодняшнего разговора. Поправляйте меня, если я буду не права. Первое и самое главное, никакая качественная стоматологическая помощь не способна победить стоматологическую заболеваемость без профилактики. Правильно? Конечно. Правильно. Второе. Любой человек, независимо от того, где он проживает, в каком районе и даже в каком городе, может прийти, например, в городскую стоматологическую поликлинику номер один, записаться на прием, кстати говоря, можно в электронном виде, да? И получить бесплатную стоматологическую помощь. Входящую в систему обязательного медицинского страхования, в территориальную программу. Поэтому разговоры о том, что бесплатной стоматологической помощи, кстати говоря, доступной и качественной у нас нет, эти разговоры все-таки несостоятельны. Спасибо большое за то, что пришли и ответили на наши вопросы. Хотел обратиться еще непосредственно к родителям детей, что наши двери открыты. Приводите детей на плановый, неплановый осмотр, как вам будет удобно в летний период, в каникулы. Не стесняйтесь, наши двери открыты, мы доступны. Прощаемся с нашими зрителями. Спасибо за то, что были с нами. Не болейте, будьте здоровы. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова